всем привет снова у маруси сегодня вам немножко показал вначале свой цветущий сад начинается цветение наших плодов деревьев кустарников все пришло время когда мы должны быть готовы к тому чтобы обрабатывать свой сад не просто от вредителей там и болезней но плюс еще спасти урожай то есть чтобы в нашем саду обязательно произошел хорошее завязывание плодов чтобы обязательно избавить данную зависть от болезней почему я так говорю потому что во первых мы все прекрасно знаем насколько сейчас особенно если вы в городе живет у меня я в городе живу я понимаю что сейчас очень мало опыляемости в городе по наши пчелок нет пчелки все по вымерли понаставили вышек пчелок нет если даже есть пчелки мы должны их зазвать в свой сад так вот что я делаю я всегда готовлю три важных ингредиента во время цветения это мед споробактерин или фитоспорин неважно и плюс бурная кислота что я делаю первое сначала я должна приготовить три ингредиента первый из них ингредиент это мед беру самый ароматный мед у меня вот гречишный подойдет любой если честно ну чем аромат не мед тем лучше это нужно для того чтобы в наш сад приманить пчелок я делаю медовую водичку не надо очень много я беру столовую ложку развожу вот такой баночки но это будет разводиться на два литра воды я потом в опрыскиватель выливаю полностью вот эту емкость добавляющую воды и на два литра воды у меня столовая ложка идет меда и что я делаю это первая задача с утра желательно поросе желательно поросе почему поросе потому что с росою смешивается мед и он как бы не сильно испаряется и плюс не липнет и не создает липкую основу прохожусь а по всем своим кустам и деревьям обрызгиваю густо обрызгивать не надо по цветам обрызгивать не надо желательно побрызгать ствол ветки листьев так как у нас еще нету можно побрызгать вокруг кто-то скажет вы тем сам притяните муравьев мы муравьев таки так притянем муравьи и без этого придут но нам сейчас нужно призвать пчелок чтобы нас сад опылялся тем более если рядом отсутствуют опылители мы не получим никакого урожая следующее что я делаю это мед второе дело это борная кислота вот уборная кислота у меня вот такой пакете куплены в аптеке в 10 грамм он идет мне нужно 1 грамм на 1 литр воды то есть 2 грамма на мой опрыскиватель двухлитровый у меня 10 грамм что я делаю чтобы у меня не было путаницы я беру борную кислоту были высыпаю полностью нашу наш пакетик 10 грамм ровненько раскладываем и вот эту часть я должна поделить примерно на 10 ровных частей причем я должна сделать 10 ровных частей конечно это очень сложно если у вас нет медицинских каких-нибудь там весов где вы можете отмерить граммы можно сделать вот так теперь чтобы потом не запутаться я отделяю каждый грамм это у нас примерно грамм беру пакетики и расфасовываю по пакетикам то есть я уже буду знать что у меня в пакетике один грамм борной кислоты она нам еще пригодится в течение огородного сезона у нас есть как говорится еще посадки до сюда вот и готовлю такие пакетики бурная кислота также на вот эту емкость и развожу 1 грамм 1 грамм на литр нам нужно 2 грамма у меня потому что опрыскиватель двухлитровый также заливаем водой все это должно хорошо раствориться бурная хорошо растворяется в теплой воде лучше в теплой и растворить но я налила сейчас холодную ничего страшно потому что она у меня еще постоит пользуемся как борной кислотой опрыскиваем растения после заката солнца после заката солнца на ночь через день день обрызгиваем борной кислотой день обрызгивать будем фитоспорином этой на ночь обрызгиваем все растения для чего нужна борная кислота чтобы завязались и плоды борная кислота усиливает способность растению лучше завязывать плоды и ягоды это нужно обязательно тем более если у вас мало опылителя рядом нужно помогать как бы конечно кто-то пользуется и пинами цирконами так далее это все завязями это все конечно хорошо но это все химические гормоны соответственно если вы я вот за здоровый сад поэтому я стараюсь химии меньше использовать тем более у нас сейчас процесс когда летают живые существа мы должны думать и о них тоже третья паночка сюда мы разводим обязательно защиту наших плодов от гнили от манилиоза обязательно кострочковые очень сильно заражаются через цветы манилиоза и чтобы наши плоды не заболели не было у нас плодовой гнили не было у нас манилиоза который убивает в плоти не только у плоды но и полностью растение нужно во время цветения обязательно обрызгивать фитоспорином или вот я купила споробактерин в экспрессе это тоже самое только в сухом виде но его нужно обязательно сначала приготовить не то что вы развели и сразу брызгайте нужно его приготовить он должен обязательно созреть что мы делаем если это у нас поробактерин мы его сейчас разведем на вот эту емкость я буду разводить всю упаковку почему все кто-то скажет это очень много или еще что-нибудь может быть это и много но сухом виде него нету той концентрации которую мы должны получить поэтому ничего страшного что это будет чуть чуть больше чем даже для эффекта я советую сделать еще дополнительно фитоспорин но вот эта пачка идет на 3 литра воды разводится и нужно дать постоять два-три дня в темном месте для того чтобы бактерии начали работать пусиная палочка начала работать мне нужно обязательно созреть я отдельно готовлю банку наливаю у меня стоит она и созревает по необходимости я добавляю тоже можно совместить добавить вот это и чуть-чуть фитоспорина на двухлитровый у меня опрыскиватель идет вот эта баночка ну естественно чуть-чуть добавлю фитоспорина и обрызгиваем на ночь после заката солнца на закате солнце нельзя то есть солнце не должно попадать потому что она будет разрушать бактерии через день день борная кислота день фитоспорин по цветкам брызгать не обязательно хотя желательно не надо очень густо брызгать легкая легкая опрыскивание идет легкой знать как дождичка будто легкий прошел если много будете лить его просто пыльцу по это повредите все это желательно конечно делать сухую погоду вот такие вот три важные вещи я готовлю на цветение сада прохожусь а по всем плодовым по всем кустарниковым обязательно это не только как говорится способствует лучшему завязыванию но и плюс спасает от болезней еще один маленький совет чисто кто-то скажет это глупо нет это не глупо это действительно работает я хочу сделать маленький совет для тех кто у кого растут деревья без само вернее без опылителей или деревья с низким самоплодностью это те деревья которые завязывают плоды но очень мало потому что они являются частично самоплодными но им не хватает опылителя я делаюсь на всех деревьев на всех кустарниках просто днем проходите по саду и легким легким движением таким знаете вибрирующего ствол и вот так вот потихонечку постукиваете по веткам по стволу не надо сильно стучать там размахивать легкое движение должно такое вибрирующее движение быть это происходит только днем при сухой погоде желательно чтоб не было вообще ветра тогда это лучше работает пыльца слетает стычи накинуть и как бы сама опыляется пыльца двигается и самоопыляется то есть идет самоопыление легким легким движением вибрирующим постукиваем по стволу деревьев кустарников это помогает лучше завязаться плодам это чистый мой такой совет я всегда этим пользуюсь и это работает на этом я как бы заканчиваю всем спасибо за просмотр ставьте лайки пишите комментарии всем пока хороших урожаев